Человек должен от души работать, от чистого сердца, чтобы не так вот, ой, так, ну, от души все, чтобы было. Когда человек от души работает, всегда получается красиво. Поэтому я вам желаю, всегда работайте, хоть дома у себя, хоть у кого-то, делайте все от души. Здравствуйте. Переходим к новому этапу, логическому этапу строительства нашего домика. Значит, после штукатурки, значит, переходим к шпаклевке. Ну, прежде чем начать шпаклевочные работы, хотелось бы рассказать одну вещь. А это было так. Были плотники, плотники ездили по деревням, ну, искали себе работу. Подходит к ним бабуля и говорит, бабуля, сделайте, товарищи, плотники, мне лестницу. Они ей отвечают, вот бабушка любимая, мы можем рубанить, фуганить, дорожки пропупыривать, а вот чего не можем, того не можем. И вот, к сожалению, вот шпаклевочную работу я не могу. И потому мы сейчас вас познакомим со специалистами, которые это дело умеют, и это дело хорошо делают. Пожалуйста, пойдемте посмотрим. Давай, расскажи, что дело будем. Да, здравствуйте. Вот, подготовили стену под ротбандом. Все почистили, все убрали. Вот, прежде чем сделать шпаклевку, нужно вот такие швы, вот такие большие шовы, да? Надо сначала ротбандом пройтись, а потом уже сверху надо сделать шпаклевку. Ну, шпаклевка, соответственно, будет под обои, под краской, это как бы вам самим выбрать, что вы хотите сделать. Вот, пока вот сейчас почистили, вот, начинаем, стену загрунтуем, как высохнет, начнем делать ротбанд. Продолжаем работать, продолжаем работать, но, к сожалению, я только учусь. Будем работать, будем смотреть, как работают специалисты. Ну, вот, значит, сейчас будем делать грунтовку, насколько я понимаю. Грунтовку делаем просто валиком, вот видите, снизу до верху до потолка. Это весело-весело, хорошо, особенно, когда, значит, умеешь. А если не умеешь, приходится пока смотреть. Смотрим и учимся. Смотрим и учимся. Смотрим и учимся. Здесь штукатурку сделали, так как надо было после штукатурки, вот такие швы, вот, большие. Сперва перед поклейкой обоим или покраской надо ротбандом пройтись, вот как я сейчас делаю эту стену. Вот. А потом, как высохнет оно, потом уже надо будет нанести шпаклевку под обои. Если вы хотите под покраску, надо под покраску. Как бы, вот, смотреть, как получается, как бы, стена, вот, было вот такое, вот, вот такие места мы закрываем ротбандом. Потому что если пройти шпаклевкой, она не закрывается, ну, шпаклевка, она не закрывает все вот это швы, вот это щели, все. Вот, поэтому мы сначала проводим, проходим этим ротбандом, а потом уже, как высохнем, загрунтуем еще раз, почистим все и делаем шпаклевку на один слой, на два слоя, это уже, как бы, потом видно будет. Пока так. Берем раствор, вот так наносим на стены. Сначала прямой, так, а потом надо вот так вот, сбоку, чтобы вся вот эта дверка, все, чтобы все закрылся, чтобы не осталось ничего. Вот так вот. Делаем верхнюю часть, потом начинаем снизу, снизу наверх. Надо подразделники поставить на уровень. Стены, чтобы они были, вот так вот, ром. Ну, вот так вот, как бы. Как вы видели, вот так нанесем, все. Потом уже, как высохнем, сделаем шпаклевку. Вот, наверное, хозяин дома. Но он ровную стену, наоборот, испортил неправильно, потому что сначала надо было ротбаном провести, пройтись. А потом уже надо было шпаклевку. А потом уже надо было шпаклевку. Вот как вот эту стену мы делали, вот. Видите? Видим, да? Вот, а вот как они делали, как бы. Все пришло за мной делать. Поэтому лучше специалистов, а самому лучше не надо делать. Вот. Так, вот мы пришли в ту комнату, которую утром делали. Вот, как вы видите, вот, смотрите, стены. Все готово. Можно, как высохнет, можно сделать шпаклевку на два слоя. Потом, как хотите, хоть обои, хоть краски, вот, как будут. Эта комната уже готова. Будем делать откосы. Ставим маяки наверху, по бокам. Уровняем. После проходим ротбаном. Потом уже можно шпатринуть, а здесь будет откос. Вот. В принципе, вот, вместо розетки сделали все ровно, четко. Чтоб было, вот, сейчас покажу, чтоб было ровно. Вот. Все отлично. Все хорошо. Так что. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Берем и делаем. Пока. Вот, Рома почистил стены все. Сейчас грунтует. Грунтовку нужно обязательно сделать. Потому что, прежде чем сделать ротбан на стены, нужно грунтовку сделать. Она будет держаться. Пыль все, грязь убирает. Как высохнет, потом начнем делать. Вообще, отлично все получается. Как бы профессионал своего дела. Да. Так. Да. Так, а ты не будешь, что ты уже пришел. Вот это вот. 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 он молодец да вчера все взяли стену подготовили все по шпаклевку сейчас вот рамазон чистит все загрунтуем стены как высохнет уже сделаем шпаклевку вот обязательно нужно почистить загрунтовать а потом уже нужно сделать шпаклевку чтобы было удобнее работать нужно вот такие вот леса сделать из деревьев вот идем дальше вот взяли коридор вот здесь вот были балки убрали все все замазали за штукатурили здесь будет стоять лестница дальше идем вот здесь тоже все подготовили под шпаклевку а вот вот эту стену вот почему мы оставляем эту стену здесь у нас будет плитка поэтому не нужно его штукатуре плитка будет держаться на этот на старый штукатурку вот здесь она больше все плиткой а здесь уже все готово можно тоже почистить все загрунтовать и два слоя шпаклевку вот такие шпаклевку привезли вот они лучше и качественными вот пока все так вот сейчас мы сделаем шпаклевку сперва надо первый слой переслой шпаклевкой нужно вот таким вот написано а потом уже второй слой будет lr плюс сначала наливаем воду берем воду в чистое ведро добавляем шпаклевку будем мешать его делаем так чтобы чтобы она не было слишком густой полосредней чтобы удобно было наносить его так вот и Продолжение следует... Оставляем 2-3 минуты, потом еще раз будем перемещать его. Так, оставили 2 минуты, будем перемещать еще раз. Продолжение следует... Так, вот у нас уже раствор готов. Все почистим. Обязательно, когда вы хотите сделать шпаклевку, чтобы шпателя были новыми, чистыми. Вот как у нас. Все подготовили. Сейчас еще раз перемешаем. Продолжение следует... Вот почему я его много перемещал. Потому что вот, чтобы не было там... Все было ровно. Вот у нас такой раствор получился. Как сметана. Идем делать шпаклевку. Загрунтовали стену, чтобы пыли, чтобы грязь все почистили, чтобы не было. Берем шпаклевку. Берем шпаклевку. Продолжение следует... Проходим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шпаклевку не надо много. толстый слой не нужно нужно тонко нужно тонко сделать если у нас будет толстой как ротбан то она потрескивается у нас витамин вот в чем лучше с ним можно работать долго ну вот ребята сейчас уже начали делать поклевку закончим потом уже покажем второй слой под финиш так вот как видим мы уже прошли один слой шпаклевкой вот стены были они очень кривыми мы сначала выровняли их ротбандом вот потом уже прошли шпаклевкой вот сейчас вставляем свет лампочки чтобы было светло вот смотрите все никак получилось потом уже будет как это высохнет будет финиш не будет поярче красивее а пока сейчас вот по поводу розетки розетки поставили вчера все так ровно получилось у нас все красиво четко почистим все то тоже потом как уже все закончим покрасим потом уже будем вставлять розетки все уже все будет готово поставим розетки вот двери проем дверей так решили оставлять сначала доской а потом уже посмотрим пока так вот так вот первая комната закончили шпаклевку делать приступили ко второй комнате вот тут сняли батарею это нужно обязательно снимать чтобы под батарею чтобы под батарею чтобы зашпаклевать все вот сейчас сняли все будем шпаклевать тут почистили все вот принципе уже как бы половиной комнаты уже у нас готов сейчас сделаем верх нижней части вот потом дальше пойдем сделать гипсокартон вот а пока вот так вот делаем шпаклевку первый слой а потом уже второй слой будем делать когда она высохнет завтра сделаем второй слой вот здесь у нас неровно вот наверху сейчас мы хотим там гипсокартоном общить все за штукатурить ну там наверху этот комната у нас уже готово вы все вот сохнет завтра уже сделаем второй слой а пока так все отлично работа идет все замечательно подписываемся на канал ставим лайки распространяем видео и всем здоровьем мы вчера закончили первый слой шпаклевку вот сейчас уже с рамазоном мы готовили приготовили элер плюс это уже у нас финишная бой шпаклевка но после как нанесем его можно уже шкурить и закрасить стену вот раствор мы приготовили все теперь нанесем прежде чем наносить второй слой нужно обязательно стену почистить еще раз посмотреть и чтобы было обязательно новая шпателя четкий и свет был ну чтобы комната была поярче свет чтобы было видно берем шпаклевку финишную и нанесем свет для чего нам нужен потому что она вот показывает вот таким образом сделаем второй слой вот весь как гладко все получается а а а Продолжение следует... Продолжение следует... А когда, если мы оставим вот так вот, скажем, что потом сделаем, она вот так вот становится вот таким вот некрасивым и неровным. Поэтому лучше советую сразу сделать все полностью, хотя бы одну стену, а потом уже начинать другую стену. А пока вот так. Смотрим, где неровно. Ну, не обязательно, только вверх или вниз. Смотрим, где неровно. Делаем вот сбоку. Поэтому нужно медленно, аккуратно, потому что это у нас уже финишные, чтобы потом легче было шкурить его и закрасить. Если у вас есть лампочки побольше... Так, побольше, чтобы было ярче. Это обязательно. Чтобы видно было. Нужно снимать батарею, и под батареем уже сзади надо все почистить. Тоже надо шпаклевать. Покрасить все. Сначала будем первым слоем, а потом уже и второй слой. Откосы вот уже поставили. Маяки в откосе. Мояки стоят под уклоном. Если вы хотите все ровно, сделайте ровно. Вот. Нужно заштукатурить его, а потом, как высохнет, уже надо будет сделать шпаклевку. И покрасить. Идем дальше. Если вам понравилось это видео. Если вы хотите сделать ремонт качественного и недорого, я напишу контакты. Позвоните. Работаем уже более 10 лет. Огромный опыт. Большой опыт у нас. Позвоните. Всегда рады. Сцену все прошли. Все финишное. Берем лампочку. И шкурку такую. 220. Вот так шкурить. Медленно. Не надо вот сильно прижимать. Вот так вот. Слегка убрать. Что лишнего. Это называется подготровка под покраску. Все зашкурим. Вот у нас получилось мягкое, красивое. Вот как шкурили. Потом уже можно будет покрасить. Покрасить я посоветую. Лучше не загрунтовать стену. А можно загрунтовать первым слоем краску. А потом уже нанести второй слой краски. Если мы нанесем грунтовку на стену перед покраской. Краска не будет хорошо держаться. Появляется пятно. Но это по моему опыту. Я уже больше 10 лет в этом сфере работаю. Поэтому лучше советую пройтись краской самой, грунтовку. А потом уже покрасить. Прежде чем покрасить потолок, верхнюю часть. Я вам советую, если у вас готовы, вот как у нас потолки готовы. Нужно будет пройтись вот вокруг потолки скотчем, малярным скотчем. Чтобы не испачкать потолки. Ну это я в следующем видео я вам покажу. Все как нужно делать. А пока до встречи. Желаю вам здоровья, счастья и любви. Подписывайтесь на наш канал. И самое интересное еще впереди у нас. Вчера покрасили стену первым слоем. Вот как вы видите. Сейчас уже начинаем красить второй слой. Вот как у нас получается. Вот с рамазоном. Рамазон сейчас нежно сейчас сделает. Покрасит. Потом валиком покрасим стену. Сейчас. Начинаем красить второй слой. Вчера. Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Здесь не чисто надо почистить, потом уже надо начинать красить. Полы вот подметать надо, нужно все почистить, убраться, а потом уже нужно красить. Вот поэтому, как вы видите, мы уже здесь как бы покрасили первый слой, сейчас уже красим второй слой. Вот, какие у вас мнения, как вам краска, напишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, я там номер запишу. Обращайтесь. До скорого. Вот сейчас берем маленький валик, красим аккуратно, медленно, чтобы не спачкать. Поэтому... Верхний час мы сделаем маленький валик. Вот так вот, медленно, аккуратно. Вот так вот. Я хочу вам рассказать, что когда человек работает, человек должен от души работать. От чистого сердца, чтобы не так вот, ой, так. Ну, от души все, чтобы было. Когда человек от души работает, всегда получается красиво. Поэтому я вам желаю, всегда работайте, хоть дома у себя, хоть у кого-то. Делайте все от души. Вот, смотрите видео до конца. А в конце видео у нас будет маленький секрет хитрости. Перед покраской, что нужно делать обязательно. Я вам потом расскажу, так что не переключаемся. Смотрим до конца видео. А пока делаем краску, поэтому часть потока. Продолжение следует... 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 так что то что вы узнали выучили нас этому тоже благодарны спасибо павлу за то что тоже участвовал в нашей группе поэтому всем счастья и здоровья и привет близких дорогие друзья вот рамазоном вот мы закончили этот объект все попросили потом хочет пару слов рассказать салам алейкам барадаро нам канал не могу на шавет саламат больше зина больше джинам больше на бушей амарзи на бушей я вам просто пожелал что на канал все хорошо все равно что так что я побоялся Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok